Добрый день и разбираю ваше задание, как вы просили, дотошно. Первое, с чего я начну, это с отрисовки. Давайте проверим, что там у нас и как происходит. Так, разгруппируем. Ну, во-первых, по деталям. Судя по тому, что у вас все залилось правильно, и вы можете каждую отдельную деталь заливать, то, соответственно, вы сделали все верно. Сейчас мы посмотрим более глубоко. Так, что у нас по слоям? Что обычно делаю я? Я это показывала, и я это делаю. Я обычно при рисунке, именно при создании эскизов, тени выношу на отдельный слой. Это мое личное предпочтение, потому что их можно отключить и проработать, потом обратно включить. Так удобнее. Вот именно в этом методе разбирается возможность, когда у вас линия попадает в линию, да, и абсолютно идеально, и не нужно подгонять точки местами. Вот такие острые усики, которые вот здесь вот видны. Как их избежать? Видите? Вот здесь у вас много точек, и они между собой ни черта не попадают. Извините за грубость. Во-первых, можно выбрать в меню обводка скругление, и тогда сразу усы все пропадут. Во-вторых, если вы рисовали половину, то у вас все эти точки должны были совпасть. Какие-то лишние вот эти вот детали, вот это все надо убирать. Этого быть не должно. И эти узлы должны смотреться более аккуратно. То есть, значит, вы когда рисовали, что-то там нарисовали лишнего. Такая тоже тень. Вот, соответственно, это тоже тень. Так, что у нас там еще есть? То есть, все эти стыковые моменты при правильном рисунке, они у вас будут вот прям точка в точку. Давайте смотреть дальше. Ну, вот здесь явно какая-то мешанина. Вот даже видно по линиям. Почему я говорю, что полезно стыковать? Смотрите. Сейчас это будет не так сильно видно. Но если мы начнем планомерно заливать все своим цветом, а у вас нет цветов в этом документе, ну, давайте будем заливать это, например, красным. Это у вас обводка, она поверх. Хорошо. Что там произошло у нас? Все залилось красненьким. Так, это зальем любым другим цветом, чтобы просто он был контрастным. Это зальем еще другим цветом, чтобы все было видно. Так, и еще какой-нибудь желтый там, ну, для контрастности. Низ у нас красный. И если мы сейчас вот всего вот у этого отменим контура, то вот здесь будет не очень красивая вещь. Смотрите. Вот почему я рекомендую очень четко стыковать все линии. Видите, мы когда контуры включаем черным цветом, да, оно вроде как так между собой и дружится. А как только цвет контура мы выключаем, и сразу вот эти ваши все вигзаги ненужные, их видно. Что с этим делать? И как я это делаю, чтобы этого было не видно. Я показываю, как я рисую. Сейчас я просто нарисую не по фото. Хотя у вас тут есть фото, да? Давайте по фото тогда покажу. Показываю сейчас упрощенно, чтобы во все детали нам не погружаться и не терять на это кучу времени. Это вы сможете сделать сами. Так, создаем новый слой. Все остальные слой завлокированы. Поехали. Я буду создавать строго половинку, да? Сейчас мы ее сделаем. При этом создаю тщательно-тщательно половинку. Покажу сейчас несколько деталей, все остальные будут создаваться по такому же принципу. Теперь ищу точку. Вот она, видите, нашлась у меня точка центра. И наверх сейчас верну. Отлично. Теперь мне надо убрать вот эту вот кривизну. Это у нас убирается инструментом опорная точка. Поправим теперь здесь все кривые, которые необходимы, да? И погладим их. Есть такой инструмент, очень я его люблю, инструмент сглаживания. Выбираете объект, делаете его активным, и можно его погладить. Тогда он становится более гладеньким, он уменьшает ненужное количество точек, все становится хорошо. Теперь смотрите, что мы будем делать, чтобы не было вот этого безумного количества точек, как у вас получилось. Вот. Как это лучше обыграть? Вот смотрите, мы рисуем горловину. Вот я выровняла горловину так, как мне надо. Сейчас я поправлю еще хоть здесь угол. То есть, чтобы у меня прям вот эта линия была готова. Теперь я буду эту линию соблюдать. Соответственно, чтобы все точки попали точка в точку, что мы делаем? Здесь, понятное дело, попадаем вертикаль. Эту линию рисуем правильно, как она у нас должна пройти относительно выступа. Здесь приходит в эту точку. И большим таким контуром ее обвожу. Вот что у меня получилось. Цвет черный, заливки нет. Сейчас, когда я эти две фигуры между собой разрежу, вот эта часть, она у меня идеально сольется. У меня не будет никаких разночтений точек. Обработка контуров мне нужна. Вот, я их разрезаю. Разгруппировываю. Эти две я могу собрать на место. И получила вот такую штуку. Поэтому, если я сейчас ее тоже залью другим цветом, ну, не важно, специально заливаю контрастами, чтобы их было видно, и уберу цвет контура, то смотрите, при приближении ничего, никакие штуки у меня друг с другом не расходятся. И точка в точку попадает, как бы вы сейчас не приближали. Потому что я просто взяла, грубо говоря, из одного, второе вырезала. Вот именно поэтому я люблю этот метод рисунка. Точно так же, вот, например, у меня рукавчик. Давайте я сейчас верну контур. Мы часто работаем с контуром, но просто если вот в этот момент не учитываете, вот вы внешний контур рисуете, да, он должен вот, сейчас вам нужно нарисовать внешний контур. Вот мы его вырисовываем. Все, пришли на точку стыка. И внутри просто делаете объемчик. Отлично. Собрали. Разгруппировать. Эти два куска слили вместе с тобой. Получили рукавчик. Он идеально в эту линию встыкован. Я даже думать не буду о том, там подходят у меня эти точки или кривизна друг к другу. Да, они 100% подходят. И вот так дальше. Когда вы потом выбираете вот эти все детали на центр, попадаете в контур, соединили. Вот. Теперь вы приближаете и ваша задача их собрать между собой. Все, собрали. Вот как бы вы теперь не приближали, как бы вы теперь не выбирали контуры, у вас все абсолютно идеально друг с другом сочетается. Таким образом, вы избегаете вот этой проблемы, которая появилась у вас. Видите, вот сколько бы я не приближала, вот нету тут разночтения. Вот оно прям контур в контур, потому что я его вырезала. В вашем же случае такого не получается. Видите, не попала вертикаль, поэтому у меня такая штука пошла. Возвращаюсь к вашему, да, то есть у вас получается вот это вот разночтение. Это не здорово. Почему? Я уже объяснила. Да, в принципе, очень многие люди на это плюют, не обращают внимания, контуром залили и все хорошо. Ну, ради бога. Если перфекционизм страдаете наподобие меня, то надо смотреть. Во всем остальном хорошо повторили, все детальки сделали, не вижу я проблем, да, по периметру теней, ну, я бы, конечно, не стала вот эти дырки оставлять, я бы здесь сделала единую тень, но это же художественная часть, и я ее в основном оставляю на откуп, ну, того, кто делает. Потом, что мне вот не очень нравится, вот эта линия, смотрите, вот зачем вот этот изгиб здесь, вот он, чтобы какую красоту показать, вот эта точка, зачем она тут так перепадает, вот ее тоже не надо, то есть, смотрите, чтобы вообще вот эту точку надо было бы убрать и эту линию просто дугой сделать, чем меньше точек, тем более гладкие линии. вот так в целом оно у вас истыкуется, и да, я вижу, что по фотографии есть эта ерунда, то, что здесь вот асимметрично, но я бы все-таки подумала и сделала бы вот эти две штуки симметричными, да, то, что мы видим в лифе, то есть, вот здесь больше, здесь меньше, то есть, я бы сделала симметрией, но это уже как постдоработка эскиза, то есть, нужно понимать, что если вы рисуете по фотографии, это не значит, что вы прям вот оттуда скопировали, вы скопировали основные характеристики, потом смотрите на эскиз с критическим взглядом и смотрите, где поправить линию, где сделать симметрию, где асимметрию, как это перевести, то есть, рисунок по фото, он хорош для передачи теней, для того, чтобы вот перенять вот эту форму, как вот выпуклость груди идет, вот чтобы оно все перешло у нас, но вот эти потом симметричные вещи, все, их надо отдельно отсматривать, поэтому даже такие вещи, они сначала рисуются на симметрии, то есть, вы снова делаете симметрии, потом уже начинаете дополнительно дробить, вот это, конечно, бросается в глаза, вот эта улыбочка типа Найка, я бы ее делала симметрией, то есть, я бы так поправила эскиз, чтобы он был симметричный, ну, в общем-то, наверное, это все, к чему бы я так сильно прикопалась, здесь у нас была задача с вами, ну, непосредственно отработать именно данный тип рисунка, если этот эскиз дорабатывать до технического, нужно нарисовать дополнительные отстрочки, проработать крепление, кстати, вот на рукаве тоже сейчас увидела, вот эта точка не нужна, она лишняя, я понимаю, что она есть на фото, но это не значит, что вам не надо думать и не убирать, вы посмотрите, вот рукав и вот рукав, да, ну, так более гладко смотрится, то есть, не думайте о том, что фото это вот истина в последней инстанции, фото это ваше рейтинг, с которым вы работаете, некоторые говорят, ага, ты по фото рисуешь, ты ничего не делаешь, ну, нет, там еще много работы, надо нарисовать молнию, надо нарисовать отстрочки, сюда прикрепить лейблы, сделать, что это, бейка, не бейка, как она крепится, там все, но это уже вот дополнительно, сейчас на уровне того, как мы осваиваем эскиз, вот я вам ваши проблемы выявила, то есть, смотрите, чтобы на линиях не было вот этих вот кривулек, это не красиво смотрится и с точки зрения конструкции, с точки зрения рисунка, но не нужны эти попадинки, вот эти вещи, я тоже показала, как выравниваются, да, вот эти вот хвосты, которые раздражают всегда, просто вот панели обработка, скругленные стыки, уже лучше, но вот это мне не нравится, вот это прям вот, ай-ай, что оно у вас такое гигзагное, непонятно, зачем оно нужно, как-то так, а в целом молодец, в целом задание сделали правильно, с его идеей справились, но вот такие мелкие-мелкие недоработки при очень глубоком анализе есть.